Здравствуйте друзья, с вами LEGO Style номер 1. Сегодня мы посмотрим рекламу LEGO Bionicle от 2001 года до 2016. На самом деле эта серия существовала очень большой промежуток времени, и поэтому успела накопить просто огромное количество рекламы. Предлагаю начать с 2001 года, а там уж посмотрим как пойдет. На самом деле ее реально много, я не преувеличиваю. У меня получилось 14 минут, и по-моему это много. Поехали! Это у нас дома Мата. Ну это классно, рассказывает историю больше, это не очень похоже на рекламу. Вот это уже начинается настоящая реклама каждого ресторана. 6 heroes, 1 destiny. Live the legend at Bionicle.com Ну вот здесь что-то похожее. На самом деле, конечно, рекламы 2001 года Туамата не очень похожи на рекламы. Ну сами посмотрите, это больше похоже на такие мини-истории, только там в конце что-то такое, типа, купите 6-100. Ну да, вот я еще заметил, они довольно-таки похожи. По сути здесь просто меняются анимации. Я думаю, вы уже заметили, вот это наконец-таки пошла настоящая реклама, которую можно назвать рекламой. Я могу сказать, что это реклама, в отличие от других нескольких роликов, потому что здесь показывают настоящие наборы и их функции. Ну это слишком короткое, мне кажется. When legends were young, one word was never spoken, for fear that the legend was true. That word was Boarock. Офигенный бамм. Офигенный бамм. Офигенный бамм. The Boarock carry a hidden secret, a power so strong, that even the fate of the Torah is threatened. The power of the Kraner. Live the legend. Ну, сразу видно, леговцы уже лучше научились. Здесь круче спецэффекты, и в принципе, если честно, если я был бы маленьким ребенком, мне бы больше понравились бороки. Потому что здесь они представлены намного круче, нежели чем то Аммата. Согласитесь. Миним burned the world by youtubers. Оце совсем плохо, здесь мясо есть. В нем показываются символы. Слушайте, а это я рекламу не видел. Это реклама Таракама и Манас. Слушайте, я вообще первый раз вижу эту рекламу. На самом деле для меня это удивительно, потому что я думал, что 90% Лего Бионикл рекламы я уже видел. Но вот эту срах я вижу первый раз. На самом деле она довольно-таки интересная. Тут у нас пошел 2002 год. Офигенно, они так вылезают из-под обернута. Ну опять же, вот компания Лего улучшила спецэффекты, как мы можем видеть. Динамичнее стала реклама каждого из сцен. Но по сути, ничего особо так не поменялось. Это просто повтор, только по-другому я вам не могу смотреть. О, что-то новое, это бороки Кал. Многим нелюбимые бороки, потому что говорят, что они копии, вообще хуже обычных борок. Ну а я с этим не согласен. И кстати, эта реклама мне нравится больше, чем реклама обычных бороков. Ведь хотя бы их способности показывают. О, дошли до Ракши. Эту рекламу, я думаю, видели абсолютно все. Особенно кто может быть постарше меня, куда на 2 на 3. Может даже на 4. Не, ну вот это очень классная реклама. Здесь офигенно показывают, что Лерика, что Гуэрака, отлично просто. Сразу хочется купить этих Ракши, ну согласитесь. Дальше идет 2004 год. Вау. Сразу говорю, я не видел эту рекламу. И здесь опять же, лучше спецэффекты. То есть с каждым годом, с каждой рекламой, спецэффекты все лучше и лучше. Ну мне так кажется. То есть они какую-то вот камеру добавили, через которую смотрит этот Ваки. Ваки это же роботы, ну насколько вы знаете. Вообще, кстати, я неплохо отношусь к Ваке. Я не знаю, почему их так хейтят. А почему я понимаю. Якобы, что они все одинаковые. Но это и касается этого. Ну вот, к данной рекламе, которая только что прошла, у меня вообще никаких претензий нет. Метру Нуи. А, ну это то же самое, только реклама ТО теперь идет, а не Ваке. Метру Да. Действительно, намного лучше, чем реклама ТОа Метру. Я сейчас расскажу, возможно, вы подумаете, что я какой-то дурак и просто говорю одно и то же. Но я считаю, что действительно правда, что реально реклама ТОа Метру, она будет получше, например, из-за эпичной музычки. То, что хочется наблюдать за действиями на экране. Не растянуто. То есть, либо они делают слишком коротко, либо слишком растянутые и вообще не похожи на рекламу. Вот тут у нас пошли ТОа Хордика. Их вообще очень многие не любят. Хейтят тот же Новиков, Глеб Новиков, если вы знаете. Известные ранее среди биоников фанатов в био-комьюнити, много людей очень не любят Хордика. Но я, я люблю Хордика, я чуть ли не обожаю Хордика. Этот год мне очень дорог. Но реклама соответствующая полностью передает мутацию. Хорошо, что они показали, как они из оконов вылазят, прикольно. Ну и заодно затезерили нам Висараков, которые сейчас будут, я уверен, все еще. Но на то они и Спейшл Эдишн, что они выглядят очень круто и, по-моему, даже лучше, чем дом Метро за счет своих щитов и интересного отлива деталей. А, это у нас плейсеты. Рекламу плейсетов я вообще ни разу не видел, не смотрел. Ну, это типичная реклама нега, какая была раньше, в 2005-2004, когда просто показываются функции набора и все. Они победят Метру Ньюи, в центре Ньюи. Вот, все-таки оказался прав, и действительно будет реклама Мисараков. Тут их, естественно, показывают, но на самом деле это далеко не самые неинтересные существа. А вот мы и дошли до Тоа Инника, и сейчас смотрим рекламу Аксона и Брутаке. Вот, как говорят, Титаны, которые раньше были братьями, теперь враги, примерно так. Заодно нам тизерят Визона. Тоже титанический набор. Это Фенрако, естественно. Визону вообще Фенрако невозможно представить. Ооо, а вот на этом вы можете посмотреть обзор на моем канале, я даже звуку оставлю в описании. Это офигенный бойцет, я его покупал на Тимире, не в Сосанске, что это зовут. Отличный набор. Знаю, что некоторым людям реклама Мисараков вообще не нравится, потому что она сделана в другом стиле. И если честно, я могу отнести себя к этому числу. Сосанск. 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 Продолжение следует...